Господи Боже мой, на Тяуповах, спаси мя от всех гонящих мя, избави мя. Мир вам, дорогие братья и сестры! Сегодня в среду за богослужением читается Евангелие от Марка, глава 13, стихи с 24 по 31. Послушаем это евангельское зачало в прочтении Отца Александра. ПЕСНЯ Аминь глаголю вам! ПЕСНЯ Предлагаю прочитать этот текст в русском синодальном переводе. ПЕСНЯ После предсказания о разрушении Иерусалима евангелист Марк приводит слова Христа о его втором пришествии. ПЕСНЯ 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 жизни человечества. Не случайно Спаситель рассказывает притчу о смоковнице. Когда ветви ее становятся уже мягкими и пускают листья, то знаете, что близко лето. Как о наступлении лета судят по ветвям смоковниц, так и о приближении кончины мира нужно будет следить по тем знамениям времен, которые перед тем перечислил Господь. Борис Ильич Гладков отмечает, что в своих словах Господь подразумевает следующее. Не забывайте указанных мной вам признаков предстоящего разрушения Иерусалима. Возьмите в пример смоковницу. Когда ветви ее становятся мягкие и листья начинают распускаться, то вы по этим знакомым вам приметам узнаете, что близко лето. Так и в деле, о котором я вам говорю. Когда увидите, что начинаются предвозвещенные мной события, то знайте, что близок уже при дверях и суд над народом израильским. Истинно говорю вам, что это случится скоро, что многие живущие ныне будут очевидцами всех бедствий и на себе испытают их. Все сбудется так, как я говорю. Ибо скорее небо и земля могут уничтожиться, нежели слова мои не исполнятся. И не случайно о таких признаках говорит Христос. Этими словами Он напоминает о необходимости постоянного бодрствования. Мы всегда должны быть на страже и жить под сенью вечности, готовя себя к тому, чтобы в любое время предстать перед Богом. Бодрствование предполагает наше внимание к миру и людям. Истинно говорю вам, не придет род сей, как все это будет. «Небо и земля придут, но слова мои не придут». Эти слова Господа можно относить к кончине мира, где, по словами род сей, понимается род уверовавших во Христа. Род, который, несмотря на все бедствия, сохранится до скончания века. Блаженный Феофилакт замечает, родом называют не тех, кои тогда жили, но все поколения верующих. Поскольку Он сказал, что имеют быть смятения и войны, и перемены как в стихиях, так и в самых предметах, то чтобы кто не пришел к мысли, не нарушится ли когда-нибудь христианство, Он говорит, нет. Род сей, то есть род христиан, никогда не придет. Небо и земля изменятся. А слова мои и Евангелие мое не рушатся. «А пребудут навсегда, хотя бы и все поколебалось, и вера в Меня не оскудеет». Действительно, эти слова являются утверждением непреложности сказанного пророчества. Видя, как в точности исполнилось предречение Господа о разрушении Иерусалима, мы не можем сомневаться и в том, что также точно исполнится и пророчество о втором его пришествии. Строки сегодняшнего евангельского чтения, дорогие братья и сестры, еще раз напоминают нам о том, что всей своей земной проповедью Господь говорил нам о приближающемся царствии, призывая каждого из нас к себе. Будем же помнить, что только постоянное бодрствование и духовное обдение делает возможным христианину умереть для греха, постепенно восходя от силы в силу на поприще делания евангельских добродетелей, а значит, приближая себя к вхождению в Царствие Божие уже в земной жизни. Помогай нам в этом, Господь! Господи Божий мой, на Тяу-побах Спаси мя от всех гонящих мя, Избави мя! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok